Действие минских договорённостей по Украине продлевается на 2016 год. Об этом заявили в российском МИДе, и об этом же шла речь на круглом столе в Москве. Участники обсуждали, что уже сделано, а что нет, в рамках подписанного мирного плана. Тему продолжит Сергей Зенин. Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ в сопровождении начальника штаба Донецкого корпуса въезжают в так называемую серую зону. Сгоревшая техника на обочине здесь проходила линия фронта. Именно от этой черты противники обязались отвести тяжёлые вооружения, когда поставили свои подписи под Минскими соглашениями. Документ размещен на сайте ОБСЕ. Пункт второй. Создание зоны безопасности шириной минимум 50 километров друг от друга. Донецк слово держит. Киев нет. Украинские вооружённые силы находятся в 400 метрах от границы населённого пункта Коминтырного. Танки. Два танка точно видели. Пункт первый Минского соглашения. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня. Сводка обновляется каждый день. За сутки протянюк два раза нарушил режим прекращения огня. Обстрелом подвели район населённых пунктов Зайцев и Жабаньки. Обстрелы продолжаются ещё и потому, что, как говорят ополченцы, в украинской армии отсутствует главный принцип – единоначалие. Украинская сторона пытается соблюдать, пытается соблюдать с момента подписания. Но получается очень плохо, так как на стороне ВСУ очень много подразделений, которые не подконтрольны и не поддаются управлению именно основным силовым структурам. Это коммерческие батальоны, так скажем. Третий пункт из 12 основных требует обеспечить эффективный мониторинг режима прекращения огня и отвода тяжёлого вооружения. Миссия возложена на сотрудников ОБСЕ, которым не всегда удаётся справиться с поставленной задачей. На территории народных республик доступ международным наблюдателям открыт полностью. Но обстрелы невозможно зафиксировать в реальном времени и зачастую непросто определить направление огня. Но порой даже ОБСЕ вынуждено критиковать Киев. В пункте 4 Минских соглашений говорится о том, что сразу после отвода вооружений стороны должны начать диалог о модальности проведения местных выборов. По сути, начать прямое общение без посредников по политическим вопросам. Киев, по мнению экспертов, не сделал ни одного шага в этом направлении, а иногда закрывает глаза на вещи принципиально неприемлемые. Только недавно в Мариуполе произошло факельное отшествие батальона АЗОВ. Представить себе, что эта политическая реальность будет допущена в некоторых районах Донецкой и Луганской народной республики абсолютно абсурдно. Обеспечить помилование и амнистию, обеспечить освобождение и обмен всех заложников незаконно удерживаемых лиц на основе принципов «всех на всех». Пункты 5 и 6 Минских соглашений. Работа по ним фактически не движется. На Донбассе считают, что происходит это из-за уловок украинской стороны. Мы слышим заявления, в том числе и от президента Украины, как он привержен обмену всех на всех. Но, по сути, мы видим и требования с украинских представителей на минском процессе, что необходимо подводить к тому, что нужно менять одного на одного, двух на двух, трех на трех и так далее. Но давайте смотреть правде в глаза. У нас, если находятся люди задержанные, то это те, которые были задержаны на поле боя в тот момент, когда уничтожали наше мирное население. И это, скажем так, не более 20 человек. На той же стороне находятся тысячи, тысячи политзаключенных. Пункт 7. Гуманитарная помощь. Все, что не касается тысячи тонных российских конвоев и идет со стороны Украины, инициатива отдельных частных лиц. На Луганщине, например, давно полагают, что в Киеве не считают местных жителей своими гражданами. Самая серьезная проблема в том, видимо, что на этой гуманитарной помощи больше пытаются пиариться, чем реально ее предоставляют. Основную массу нагрузки в этом плане на себя взяла Российская Федерация. Но практически нигде это почти не звучит. Россия просто берет и делает. А все остальные кричат, дайте нам возможность, пустите нас, помогите нам организовать весь этот процесс. И зачастую сводится только к этому. Восьмой пункт Минских соглашений. Восстановление социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий. Долги Киева перед своими гражданами огромные. Эксперты считают, что население региона в целом негативно настроено по отношению к украинской власти. Поэтому и не работают остальные пункты Минских соглашений. Девятый. Не приходится говорить о восстановлении полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, пока ВСУ угрожает Донецку и Луганску. И пока есть риск возобновления боевых действий, в рядах вооруженных сил Украины будут находиться иностранные наемники, а на Донбассе будут совершать провокации так называемые добровольческие батальоны. Получается, что и десятый пункт Минских соглашений тоже не работает. По нему предусмотрен вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников и разоружение всех незаконных групп. Последние два пункта в их реальность политологи не верят. Нет предпосылок к тому, что на Украине будет принята новая конституция, предполагающая децентрализацию в качестве ключевого элемента. И что начнется реальный диалог и согласование таких вопросов, как местные выборы. Украинская сторона сегодня не демонстрирует нисколько не будет заметных шагов для решения конфликта и надеется на то, что ей удастся захватить территории Донецкой и Луганской народных республик. Мне кажется, украинская сторона не готова, не заинтересована выполнять именно политические пункты Минских соглашений. Для этого ей необходимо принять поправки в конституцию, согласованные с республиками. Пока на этом пути не сделано ничего. Очередной доклад о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе был озвучен сегодня в Москве. Суть его сводится к тому, что мирный процесс по-настоящему не развивается. Киев не выполняет обязательства и не собирается их выполнять. Покровители украинских властей намеренно закрывают глаза на происходящее. Но ситуация становится все понятнее и доступнее всему миру. Сергей Зинин, Рушан Умяров, Первый канал.